Я приветствую с новым днём, дорогие зрители. Весь утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. О какой будет погоде, мы сейчас узнаем. Местами плюс 6, плюс 11 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днём плюс 16, плюс 18 градусов. 25 участков автомобильных дорог будут капитально отремонтированы в текущем году в Черкесске в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в прошлом году в республиканской столице было отремонтировано 13 километров дорог. Про бабушки опекуны будут получать повышенную пенсию. Размер надбавки треть фиксированной выплаты решения об этом приняла в своём законопроекте Госдума. Ранее в России опекунами разрешалось становиться только тётям, дядям, братьям и сёстрам. Бабушкам и дедушкам. Однако есть семьи, где у ребёнка остались только прабабушка и прадедушка, которые ещё вполне дееспособны, но детей отправляли в детский дом. Теперь в связи с изменением закона о федеральных пенсиях, опекунами несовершеннолетних, сирот и лиц, достигших 18 лет, но признанных недееспособными, смогут становиться их родные прабабушки и прадедушки. В этом случае им будет повышена фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и инвалидности в размере 2711 рублей. Повышение коснётся тех пенсионерах, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или старше, обучающиеся очно, но не дольше, чем до достижения 23 лет, и правнуки старше 18 лет, если они являются инвалидами с детства. Фиксированная выплата устанавливается фондом на каждого члена семьи, но не более трёх человек. Для получения перерасчёта фиксированной выплаты нужно обратиться в социальный фонд для подачи заявления с подтверждающими документами родственной связи. Сегодня в Черкесске пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа России – время возможностей. Посетить ярмарку жители Корчаева-Черкесии смогут с 10 до 15 часов. В этот раз примут участие порядка 26 крупных предприятий республики, которые представятся искателям вакансий в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, а также образовательной организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в республике профессиям. Помимо безработных граждан к участию в ярмарке приглашаются более тысячи человек из числа студентов и выпускников высших и средних учебных заведений, школьников и их родителей, участников СВО и членов их семей, граждан с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж с ярмарки смотрите в 21.05. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция». А я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова